МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Главные новости на сегодня. Продолжается прием заявок на выбор у депутатов Национального собрания Западной Армении 2023 года. Псевдоактивисты Азербайджана отправились в Грецию, в Баку. На их месте солдаты, замдиректор журнала «Для Фидорок». Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гуттериш вновь призвал обеспечить свободное и безопасное передвижение по Берзорскому коридору. Католический храм в Франции совершил всеобщий молебен за армян Арцаха. В селе Картикам Джавахка вновь освящена церковь Сурб Асфатаций. Изменения климата и загрязнения окружающей среды также угрожают ванскому тареху. Конституционный суд Турции принял решение вернуть владельцам имущества армянских сел Мусадага. Как мы заявляли ранее, продолжается прием заявок на участие в предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении третьего созыва. Представляем очередных кандидатов. Андраник Бертакян. Десятый кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Размих Мухсян. Одиннадцатый кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Артын Мурадян. 12-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Сарки Стамбултян, 13-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в предвыборной кампании 2023 года. Аракий Шишан, 14-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Дарон Ишанян, 15-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Арман Хачикян, 16-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Айк Дерекян, 17-й кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Закрытие дороги в Бердзоре – первый акт войны против армян Арцаха. Об этом в микроблоке в Твиттер сообщил замдиректора французского журнала Le Figaro Жан-Кристофер Бюсон. В условиях мороза до минус 10 градусов азербайджанские псевдоактивисты-экологи отправились греться в Баку. На их месте солдаты. Маски сорваны, перекрытие дороги в Бердзоре действительно является первым актом войны против армян Арцаха, написал Бюсон, добавив к записи фотографии. Бердзорская дорога, связывающая Арцах с Горьевским регионом и всем миром, с 12 декабря закрыта группа азербайджанцев, выдающих себя за экологических активистов. Азербайджан проигнорировал призывы разных стран и организаций открыть дорогу. Западная Армения строго осуждает действия оккупанта и агрессора Азербайджана, которые сопровождаются грубыми нарушениями гуманитарных норм. Еще раз призываем проживающих в Арцахе коренных соотечественников быть сильными, поскольку Арцах есть и останется частью нашего государства. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гуттериш вновь призвал обеспечить свободное и безопасное передвижение по Бердзорскому коридору. Об этом Армен Пресс сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик. Генеральный секретарь выразил обеспокоенность сложившейся ситуации в своем заявлении от 14 декабря 2022 года. Эти опасения были также высказаны секретариатом в ходе внеочередного заседания Совета безопасности, созванного по просьбе Армении 20 декабря 2022 года. Генеральный секретарь подтверждает свои призывы к деэскалации напряженности и обеспечению свободного и безопасного передвижения по Бердзорскому коридору в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. ООН выражает свою поддержку посредническим усилием. В ответ на запрос Армении Пресс сказал Джуарик. Коснувшись факта, что Азербайджан уже 4 недели держит Бердзорский коридор закрытым, в результате в Арцахе начался гуманитарный кризис, и около 120 тысяч жителей остались в блокаде. Напомним, Арцахсы обратились по этому вопросу к президенту Западной Армении Арменаку Абрамяну, который прилагает все усилия для открытия дороги, связывающей Арцах с Горийским регионом. По предложению Архиеписко-Варенского временного уполномоченного комиссии христианского единства и отношений с иудаизмом Пьера Дорнеллы, 8 января на воскресных литургиях по случаю праздника Богоявления во французских католических храмах был совершен всеобщий молебен за армян Арцаха. Господи Иисусе, властелин мира, мы обращаемся к тебе с мольбой об армянах Нагорного Карабаха. В условиях молчания международного сообщества они стали жертвами насилия, который приведет к их уничтожению. Пробуди во всех нас сострадание, которое поможет помочь им. Внуши руководителям Азербайджана, России и Армении стремление к справедливости и диалогу, чтобы уважались достоинства и вера жителей Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, прозвучало в молебне. После ремонта в селе Кардикам Ахалкалакского муниципалитета была освящена церковь Сурб Асфатацин. В селе это событие было отмечено с большим воодушевлением, так как этого дня сельчане ждали полтора года. Каждый по возможности принес свой вклад в ремонт церкви. Реставрация и повторное освящение церкви были инициативой нескольких жителей селя Кардикам, к которой присоединились все жители села. Каждый житель по возможности вложил свою луму в ремонт. «Мы полтора года работали над реализацией этой инициативы, и уже сегодня отмечаем это событие», – сказал депутат Сакребулу Геннадий Элизбарян. После открытия повторного освящения во дворе церкви состоялся концерт с участием двух местных танцевальных групп, также приглашенных из Армении артистов. Для проживающих в Ахалкалаке коренных христиан-армян это большое событие, с которым Западная Армения поздравляет их. В последние годы объем озера Ван продолжает сокращаться. Несмотря на усилия по очистке озера, загрязнение продолжается с той же скоростью. Вместе с изменением климата и засухой экосистемы озера Ван находятся под угрозой. Многие озера, реки и плотины в регионе высыхают из-за засухи. К этому добавляется загрязнение окружающей среды, от которого страдает рыба Тарех, которая является эндемичным видом. Одним из наиболее обсуждаемых за последние годы вопросов является загрязнение озера Ван, осушение, вызванное глобальным потеплением. Специалисты серьезно обеспокоены будущим озера Ван и восстановлением экосистемы. Турецкое руководство на оккупированных землях Западной Армении продолжает наносить ущерб как экосистеме, так и населению, живущему в окрестностях. До сих пор продолжается чрезмерное использование природных ресурсов на наших территориях. Конституционный суд Турции признал незаконным судебные решения о передаче в собственность государства имущества Армянской апостольской церкви в Самангатском районе. В беседе с армянской газетой «Айкос», издающейся в Стамбуле, председатель Совета попечителей Армянской церкви Киликии Вагефи Джем Чапар отметил, что они с большой радостью приняли решение Конституционного суда, поскольку оно касается не только возвращения принадлежащих церкви имений, но и ряда имений в армянских селах Мусадага. Подчеркну, что на основании решения Конституционного суда начинается судебный процесс по возвращению 27 имений. И в заключение новостей послушай музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok